Привет, стратегические жаужики! А не соскучились ли вы по ФФАшечке в шестой циве? Я думаю, что соскучились. Кстати, зовут меня Алексей Халецко, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Что ж, партия на десятерых, карта Континенты, так что, ну, не так обычно, как на Пангее всё-таки будет. Опять все три режима включили, то есть корпорации Монополии, варварские кланы и случайные деревья технологий и социальных политик. Ограничения у нас по количеству ходов, по-моему, 160 введено, но во всём остальном обычная партия. Мне вот там был на выбор три цивилизации, я решил себе Португалию взять, мощная цивилизация, нечасто выпадает за неё сыграть, так что почему бы и нет, почему бы и не расслабиться. Напоминаю, что спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку в это тяжёлое время, ну а для всех остальных серии выходят раз в день. Приятного вам просмотра и слава Украине! Да, сиди страдая с этим, без веры, с учёным на веру. Так, Зата-чемпион, уже четыре очка, чё там у тебя? Уникальный юнит. Уникальный у него этот, воин-орёл. Орли у меня! Да, Гурдель! Минимальная дистанция десять. Блин, я в Сибири. Нет, меня уже сослали в Сибирь. Нет, я за Орлов играю. Блин. Может сюда подвинуться? Сколько гашек? Ну тут соседство будет, правда, с рыбой. А, забирать? Вроде запраничений. Мне просто не очень нравится, что у меня прям сразу гора, это минус одна клетка, по-хорошему, ну а я всё-таки тут останусь. Так, все прогрузились? У всех всё хорошо в этой жизни. Ну с разведчика начинаем. Поставили первый город, трое, четверо, счастливые люди. Ну в принципе места ничего, хотя тут новый мир, как бы, холмов могло быть и побольше с другой стороны. Но в принципе, в принципе жить можно. Так, у нас случайные техи, мореходство здесь. Но я всё-таки... Нет, первых пару ходов не ставлю. Блин, или... ...заставить. Уже пошли меточки ставиться. Ребят, не ставьте метки, потому что сейчас лобик крашнется. Блин, идти мне в животного. Я просто не думаю... То есть лошадь только здесь может быть. Лучше было лимит не на ядерке, а на метке. Смысл? Нет, я бы поставил за запрет метод. В голове не уезжал. Да слушайте, пойдём, пошли сразу, может, в мореходство. Да, знаете что, пошли в мореходство. Я всё равно рабочим буду фермы ставить, явно обрабатывать, потому что... ...нужно ускорить хлопок. Открыть. Ну всё, удачи. Фига себе, но даже ход нормально проходит. Вообще зашибись. Видели мгновенно просто. Может, хорош? Квас. О, жажа, какой ты хороший ход. Пожежа. Так, знаете, что я хочу? Я хочу... ...рабочего. О, ггшка. Гонконг, кстати. Гонконг не... ...на проекты. То есть я могу попробовать... ...побыстрее. За Союзу. Ну, я вряд ли, наверное, за Союз. Вряд ли я за Союзу его быстро. Так, ну мне надо побережье, в первую очередь, исследовать. Потому что мне надо города на побережье ставить. Два, три. Явно где-то тут город у нас будет. Ну, давайте ещё скаута. Я бы, наверное, скаута, потом строителя. Вот как-то так. Ну и тут по побережью пройдусь. Я бы... Я бы, наверное, светилище вот тут ставил. Сразу видно новый мир. Нормальная карта. Не знаю, у меня что-то куча равнений. Угу. Привет. Что, ты далеко отсюда? Так, интересненькое. Ну, я вот тоже. Ой, стойте, 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 стойте. В рост надо. Разведчик уже. Ну, только что из столицы вышел. Давайте так. Да. Отлично. Отлично, первая жертва. Но ББС написал, что минимум 10 клеток вполне может быть. Очень интересный континент. Да. Кажись, я живу одинокий. Бродяга любви. Ну, типа того. Ну, судя по всему, у меня очень маленький остров, типа на 3-4 горы. Или какой-то огрызок непонятный. Так. Ну, то есть, двойка? Да, мы... Заработал вулканчик. Ладно, давайте так обходить. О-о-о. Конечно, шикарно. Но, блин, если бы не вулкан. Наверное, сверху посмотрю все-таки, что там. Так, в Лиссабоне следующее сразу посело. Города по побережью, потому что способность Португалии, видите, международные торговые пути, должны начинаться в прибрежных городах и заканчиваться в прибрежных. Видите, вот Гонконг в этом плане минус. Я не смогу в него нормальные караваны пускать. Так, ну, тут надо как-то сюда идти, получается. Видимо, все-таки первый город раз, два, три. Может, прямо на геотермалку? Потому что тут уже вряд ли что-то влезет ниже. А так, геотермалка просто очень долгое время, просто мусорная клетка. А когда вы ставите на нее, она продолжает работать, дает соседство. Я бы прямо на геотермалку, наверное, ставил. Так, давайте мастерство. И я сразу удвоенный разведке. Так, слушай, а что я тут не пошел за руинкой? Надо сходить. Это что-то другое хочу еще купить. Нет, ну тут надо в рост все-таки. Нет, три хода не хочу. Строитель? С другой стороны строитель. Ладно, да. Давайте строителя за один ход все-таки. Блин. Ну не переключу. Вроде... Фак. Оно все-таки не переключилось. С этим... А, ну, зашибись. Все-таки не переключилось. Да, походу, реально мне остров на пяток городов. Кто-то ставил метку, у меня скаут туда-сюда походил. Ну да, первый город сюда ставим. Потом тут еще можно будет ставить. Это, кстати, очень неплохо. Благодаря для Португалии. То есть они друг на дружку будут эти... ...города влиять. Так, вот теперь можно и животноводство открыть. Пойдем в первую очередь. Какую клетку город сам хочет? Рис. Ну вот к нему пойдем. Я ее выкуплю. Блин, хочу реликвию. Что-то открыли... ...народную... ...раннюю империю скуплю. Блин, ну ранее... ...ускорение было для ранней империи. Ранней империи сама по себе ускорится. А тут что далее? Обработку провода. Потому что не факт, что мы тут скоро трех скаутов убьем. Я вообще что-то не вижу. А твой город? Да. Устраивает? Нет. Это четыре клетки от моей столицы. Блин, а где вообще соседи у меня? Что за фигня? О, побыстрее посело сделаем. Так, где у нас... О, тут орошение. Да, конечно, не очень удачно для моего развития. А кто тут конец карты? Ну, я все-таки прыгну сюда, посмотрю. Так, этим скаутом я, наверное, тут поисследую. Очень приятно у Португалии. Плюс один к видимости. Не знаю, зачем дали такую способность. Это очень приятная способность. Вулкан, что ли? Вулкан заработал. Ну, это... Далеко. Так. Ну, давайте, наверное, тут шахту. Я думаю, что здесь появится лошадь. Ее обработаем. Через два хода. Ага, вот и первые варвары. Тут выглядит и тут город. Широковато немножко. Ну, по идее, мы должны спокойно, без защиты, посила провести. Угу. Ну, придется рисковать мимо вулкана идти. Давай этим сюда прыгну. Ее. Так, вот это важно. Отлично. Ну, важно, что мы астрологию ускорили и видим, где она. Сейчас скаут должен уровень получить, я так понимаю. Возьму на холмы. Туда побегу. А тут дуболомом вот так пройду и тут буду возвращаться. Ну, короче, места для расселения дофига. Ух ты. Ой, тут уже конец. Привет, ребята, да? Уже, да. Нет, тебя ждали. Понял. Окей, тогда новую собираем. Хорошей игрой. Спасибо. Ну, что, убьют? Убьют. О, блин, а я думал, там ничего не будет. Вот как всегда. Ладно, придется сходить. Так, ну, я бы еще одного, значит, строителя делал. Потому что надо вот этот лес будет вырубить для светилища. Кстати, какой нам пантеон брать? Надо подумать по поводу пантеона. Так, вот так правильно все. Чтоб город... Чтоб город быстрее вырос до двух... До трех. Ух ты. Как тут все расхреначило. Привет, Андрей. Ну, пускай проатакуют. Здорово. Да, тут скаутам уже тяжеловато будет пройти. А, вы уже играете, сори. Блин, а где... Я что, один на всем этом? Это что, континент, на котором я один? Ничего себе, ты близко. Нихрена себе. Слушайте. Но, с другой стороны, это минус, потому что у Португалии же каждый дополнительный встреченная цивилизация. Надо в каравеллы, получается, как-то идти. Фигаси. Это моя пятерка. Ну, это интересно, кстати, Португалия на континенте отдельно. На этом озере не ставить никакого города, ни тебе, ни мне. Ну, нет, у меня как бы конец карты, у меня в любом случае там город будет стоять. Я могу поставить ниже янтаря город. На холм. Ну, что, Зай, да ты на континенте в итоге? Нет. Ну, судя по всему. Ну, ты встретил кого-нибудь? Между... Который в тюрьмах. Блин, реально, у меня такое ощущение, что у меня континент чисто для меня. Потому что вот ощущение, что тут конец. Так, ну, тоже, наверное, на холмы возьму все-таки. Привет. Веру дали, зашибись. Хоть бы раз что-то нормально выпало в рынках. Губернаторский титул. Ну... Я бы, наверное, Магнуса назначил, потому что у нас тут расселение должно быть безостановочное просто. Так, тут переключим на производство, пожалуй. Или на рост. Подождите, а что не порасти с другой стороны? Ну, какая разница? Нормальный век. Выходим. Я не вижу, как я могу тут в золотой выйти. Ну, надо будет тререму сделать. Может быть, успеем религию. Но... Ну, и сейчас пантеон. Блин, а какой пантеон брать? Плантация, плантация. Пастбище, пастбище. Вообще, хрен знает, честно говоря. Может, на соседство тропических лесов для священных мест? Если не взяли, конечно. Оттуда набег будет. Скаутом туда возвращаемся. Да, ребята, я на отдельном континенте. Но он очень большой. То есть, тут реально можно жить. Раб, там видел метку? Блин, не хочу я галеру. Это моя пятерка. Не сфига. Ну, ты это... Давайте, ладно, давайте прачника два хода. Как раз священное место. Там, наверное, кто-то уже на пророка читает. Ага. Блин, а вот минус в этом только что, это только одна ГГшка всего лишь. Это плохо. Конечно, эти будут превращаться в ГГшки, но это точно надо уничтожать. Это пускай превращается. Кстати, что он наделает? Копейщиков может дать. А этот... У тебя сверху дыхерое место. Воинов. Этот тоже воинов. Ну, да, тут столь, а тут. Ну, и как-то руинок не так уж много. То есть, я один, но руинок я прямо, скажем, собрал не так уж и много. Так. Ну, наверное, возьму тропические леса. Тут, в принципе, я тем более буду сюда, в первую очередь, селиться. То есть, например, вот здесь. Давайте на священно-тропические леса. Привет, Херст. Привет. Где? Ага. Через реку, там все видим. Так, тут стоим, ждем священного места. Ты на востоке или на запад? Открытие священного места. Не, не знаю, где-то. Я только разведчика вижу. Привет. У тебя кто-то. Привет. Не-не, я спрашиваю, на каком ты подбережь. Или у тебя там... Стрельбу из лука ускорил. Не нормально. Я думаю, что я и так бы ее ускорил. Ну... Прикольно. Давайте попробуем... Так, раз, два, три. Не хватает только жемчуга, чтобы у меня фулл комплект. Ну, я бы сюда, наверное, ставил город. Вот это... Мои основные три должны вот эти быть. А там уже дальше будем разбираться. Этот надо валить. Тут у нас чай. Три штуки. Город надо будет там на чай поставить. Сто процентов. Так вот. Теперь мы вырубаем. И священочку. Всего лишь на плюс один, но потом у нас будет здесь гавань. Как вы понимаете. Все-таки обработку бронзы хочу открыть. Или, блин, ворошением. Ладно, пошли в стрельбу. Три прачника надо будет сначала сделать. Так, у нас сейчас вот оттуда пойдет набег явно. Надо там скаутом контролировать. Блин, все-таки задело дуболом. Надеюсь, он еще раз не извергнется. Мне надо нарушение откройтись, потому что у меня счастья нету для городов. Блин, ну... Вообще, определенный шанс есть выйти в золотую эпоху. О, все, ушли от этого. Да, тут похуже места. Ну, я бы тут, наверное, стоял. Тут, наверное, на лошадь встану. Так. Это надо вырубать тут и тут лес. Тут надо будет постоять, полечиться. Ну, короче, у нас тут долгая игра в развитии, пока мы кого-либо встретим. Если тут вот еще прикол... О, вон эггэшка. Ну, короче, нам терререму еще надо в эту эпоху построить в любом случае. Ну, в принципе, мне места нравятся. Единственное, может, пантеон хреновый взял. Другой вопрос. Тут не так много тропических лесов, но... Хоть какой-то сосед... Ну, вот тут, например, у нас соседство на плюс... Два, да. То есть, и будет... Гавань, зато я поставлю не рядом... Рядом с вулканом. Я не знаю, ну, блин. Тут другой вопрос. Либо на плантации, либо на пастбище еще можно было брать. Я других вари... Что еще можно было взять? Лодки, мне кажется. Так, ну, я бы тут стоял... Даже не знаю, мне некуда... Нечего больше исследовать пока. Так, давайте проект. Ну, что, тут кто-то читает? Здорово, корень. Привет. О, Гонконг. Отлично. Слушайте, это очень хорошо, что Гонконг там уничтожил. Справа, сверху, снизу. Очень мне нравится. Я думаю, да. Так, Магнус в Лиссабоне занял. Я вот не знаю, подрубать ли мне на проекты, честно говоря. Может, наверное, все-таки надо. Ну, с Магнусом, тем более, удвоенная подрубка. Не удвоенная, сколько там? А правее. Плюс 50% он добавляет. Хорошо. Не возрастает. Да, плюс 50%. Ну, полтороненное. Это прикольно будет. Это нормально, что у нас один континент на четырех ядроков? Нормально. Ну, как раз на десятерых это очень даже нормально четыре. Так у нас, походу, у всех один континент, походу. Четырона, одолго тянете. Нормально. Во всех смыслах это вот... А, персты сверху? Я думаю, ты левее меня. Нет-нет, я сверху. За этим озером, если видишь озеро. Ага. Так. Ух ты. Красиво. Да. Соглашусь. Да, ну, тут надо как-то в золотой век выйти. Прям вот вижу, а то и хочется с тобой дружить, а не воевать. Наверное, шахту, блин, или нет. Жаждешь дружбы между вами. Ладно, давайте пока бронзу... Не хочу лук открывать, пока мы не откроем. Блин, мне не хватает все-таки очков, походу. Блин, чуть-чуть не хватит. Как раз не хватает за то, что я не встретил никого. Я же вот тут руинку собрать. Лагерь я не могу. Ну, то есть, я основываю религию, но это 4 очка. Еще 4... Ну, я даже не думаю, что 4... Я думаю, что лодки кто-то и без меня уже построил. Так, мы пошли, наверное, этим скаутом попробуем к друинке добежать. Только что не хватает ходов добежать до руинки. Ну, что там, чувак не читает, что ли? Расслабился. Ну, я на корми мир возьму. То есть, у меня сейчас прям должно быть практически сразу... Или не хватит? Что-то я не могу посчитать пока. Каира, где-то выше? А я с тобой далековато. Ну, и близко, и далековато. Так, неизвестный мне игрок Дартоломео, ты какое будешь верование брать? Мы сейчас с тобой в один ход. Я не успею дойти. А, ну, забери, пророк, потому что я сейчас тоже забираю. Прям сейчас ставлю. А, где-то что, столица выше, там, где я? Так, ну, католицизм возьмем. Я что-то потерялся. Накорми мир. Да. И, наверное, межкультурный диалог я, пожалуй, возьму. Блин, или на культуру взять. Давайте на культуру возьму. Потому что у меня уникальное здание на науку. Так, ну что, строим галеру. Уморят, не уморят, не уморят. 50 на 50. Либо умрет, либо нет. Карта стоит. Ну да. Тогда не умрет. Он защитит, и как бы на холме. Он защитит через реку. Ну там, да, там просто сверху еще один. По идее, не должен. По идее, конечно, я надеюсь, в Золотой Век выйти, чтобы за веру покупать. Но пока нету, я не уверен на 100%. Слушайте, давайте попробуем этим скаутом забрать. Руинг. Мне, наверное, придется какого-то скаута пожертвовать. Потому что руинка, это одно очко эпохи. Я думаю, что галеру кто-то уже первый построил. И больше я не вижу, где мне взять очки эпохи, в принципе. Как объекта выйти? Да, вообще. Что здесь не знает. У меня тут все чудеса встретили, все быстрее меня. Я нажал в гавани прямой наводкой, и все равно не успеваю совсем. Хорошо, что гавани. Нашел. Так я их на первый вход нашел. У меня деньги в античности. Вторая теха. Отлично. Так. Да, ну тут куча места для заселения. То есть мне нужна вера. Несомненно. Я буду сначала святилище ставить, потом гавани. Снизу, вот на этом острове где-то город. Но выглядит, что ггшка кушает. Блин, вот это, конечно, скаут варварский очень... Блин. Ну мне надо. Блин. Ну что такая неудача-то? Фак. Он, блин, вот именно с этой клетки будет меня атаковать. Просто трындец. Нет, по войну, ну ладно. Просто неудача. Ладно, хватит тут на рост уже. Тут минус по удовольству. Кони вообще никуда не по пути. Что, через сколько следующая эпоха? Перехода. Перехода. Четыре. Перехода, я не знаю, как тут успеть. Блин. Очень нереально. Мне не хватает четыре очка. Я уверен, что мне за... Или дадут четыре за галеру. По-моему, пять сдают все-таки за первую, а четыре... В смысле, пять за первую в мире вообще, а четыре... Ну, мне кажется, или все-таки три дадут, блин. Не знаю, не хочу я нанимать... Копейщика... Копейщика... Воина... Что-то с этим лагерем надо что-то делать, потому что тут место... Хорошее... Занимает... Занимают варвары. Ну, сейчас посмотрим. Я просто не помню, сколько очков дает. Блин, вам еще меньше! Фак. Ну и что делать? Блин, все-таки... О, железо сразу обработано. Да, все-таки без золотого века. Вообще печаль. Фига там он уже наклепал дуболомов. Блин, может купить копейщика реально? Всего лишь два. Всего лишь два. Так, ну тут надо прачника. В том, идти в... Да, не получится покупать... За веру. Ладно, тогда через эпоху. Через эпоху я точно выйду в золотой век. Черт. Ну, я тут даже не... Ну, какой-нибудь лагерь забрать было бы. Этого мне хватило. Но, опять же, далеко лагерь... Если бы вот этот остался, то тут плохо получается, что Гонконг этот лагерь убил. Я бы его мог забрать. Ой, блин. Все, тут хулиганы, походу... Моего дуболома лишили зрения. Ну, не знаю даже еще на что-то. Если какое-то чудо сейчас... Следующим ходом тут увижу. Галеры мне не дали очки. Галеры должна быть... Варвара выкупил идеи, и не забав, где ретилизировал. Мобилизировал КГшку. Поднял на войну с врагами. Так, строители. Ну, вот эта КГшка, кстати, на море будет, скорее всего. И с ней можно будет... Привет. Здорово. Не, ну я поселенцев оставлю. Сейчас я начну строить. Скоро. А это вот ты... Это континент или остров? У меня вот точно такой же вопрос. В смысле? Ты не знаешь, это континент или остров? Вот я там кусочек не разведал. Схожу через пару ходов. Да, убили. Остров. Пару ходов прошли быстро. Повезло. Фартануло. Да. Вообще не представляю. Я могу что-нибудь в городе, например, купить. Будет второй ресурс на обмен. Дед. Нет ничего. Тебе коня мог у кого-нибудь купить? Нет. Тут ничего. Да. Одно очко не хватило. У нас даже толком и торговать не будет с чем, потому что у всех одинаковый ресурс. Ну... Да. Моразм. А это ниже скаута... Федя, твой город или чужой? Нет, это Китай. Вверх, у тебя нибудь вверх прыгнуть, чтобы увидеть чем-нибудь, нет? Здесь вот. Не слышал. Фак, вы смотрите, в одной клетке века был. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!